МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние годы выступают расширяющаяся экономическая деятельность, рост населения и развитие инновационных технологий. Потому в сферу, что принципиально важно, создающую тысячи и тысячи рабочих мест, инвестируют огромные средства и запускают все новые и новые инвестиционные проекты. С компаниями, мировыми лидерами в этой области. Активно, к примеру, расширяется партнерство с Турецкой республикой. Наглядным тому примером стало сегодняшнее событие. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял делегацию турецкой компании Ченгиз Холдинг во главе с председателем правления Мехметом Ченгизом. Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отрасли экономики нашей страны. Следует отметить, что с участием этого ведущего многопрофильного холдинга Турции в Узбекистане были успешно завершены два проекта. Введены в эксплуатацию современной электростанции в Ташкентской и Сырдаринской областях общей мощностью 460 мегаватт. Это парогазовая электрическая станция мощностью 240 мегаватт в Ташкентской области и парогазовая электрическая станция в Сырдаринской области мощностью 220 мегаватт. В ходе встречи главе нашего государства было подробно доложено о показателях работы данных энергетических объектов. Кроме того, президентом Узбекистана был дан старт строительству еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт. Компании Чингис Холдинг были также представлены планы по реализации новых проектов общей стоимостью более 5 миллиардов долларов. В их числе модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геолого-разведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства. Лидерам Узбекистана были даны поручения по скорейшей подготовке и полномасштабной реализации перспективных проектов с участием турецкого инвестора. Лидерам Узбекистана Узбекистана были уверены каждый год реализовывать здесь новые инвестиционные проекты. Доверительные отношения между лидерами наших государств приводят к успешным проектам бизнесменов обеих стран. Благодаря политической воле двух президентов сотрудничество между турецкими и узбекскими бизнесменами стало активно расширяться. В результате именно этих позитивных изменений у нас появилась возможность успешно инвестировать в Узбекистан. Итак, рассмотрим экономическую целесообразность и отдачу данных проектов. Все они итог продуманных реформ сферы, инициированных Шавкятом Мерзиёевым. Направленных, во-первых, на совершенствование системы управления отраслью. Во-вторых, на повышение ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. В-третьих, на удовлетворение потребностей населения и отрасли экономики в энергоресурсах. В-четвертых, на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и выработку рыночных механизмов осуществления тарифной политики. А еще модернизация сферы и запуск подобных проектов с использованием инновационных решений будет работать на снижение энергоемкости экономики, стимулирование повсеместного внедрения энергосберегающих технологий. Итак, какую экономическую отдачу дает реализация проекта по строительству парогазовой установки мощностью 240 мегаватт в Кибрайском районе Ташкентской области? Прямые иностранные инвестиции компании «Акса Энерджи» в размере 150 миллионов долларов позволили установить современнейшие технологии. Газовую турбину класса ЛМС-100 и паровую турбину с КПД более 50%. ПГУ будет обеспечивать ежегодную выработку электроэнергии в объеме 2 миллиардов киловатт-часов. Мощность электростанции комбинированного цикла мощностью 240 мегаватт является первым зарубежным проектом компании «Чингиз Энерджи» вне Турции. И все это благодаря усилиям и инициативе главы нашего государства по усилению и по укреплению взаимоотношений между Узбекистаном и Турцией. Этот проект был реализован. Стоимость данного проекта оценивается 150 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Особенностью данного проекта является то, что она имеет высокий коэффициент полезного действия, передовые технологии, которые позволяют с момента полной остановки ключевого оборудования запустить и добиться полной мощности в течение короткого срока, который составляет всего лишь 9 минут. Все оборудование состоит из двух газовых турбин и одной паровой турбины. Суммарной мощности выдает 240 мегаватт в час. Исходя от этой суммарной мощности, данная электростанция питает около 700 тысяч хозяйств в Ташкентской области. И экономическая отдача второго объекта впечатляет. Речь о парогазовой установке мощностью 220 мегаватт в Хавасском районе Сардаринской области. Реализация данного проекта стала возможной благодаря прямым иностранным инвестициям компанией «Ченгизээнерджи» в размере 150 миллионов долларов. Здесь была установлена газопоршневая турбина с КПД более 50%. Ежегодная выработка электроэнергии по данной локации составит 1,8 миллиарда киловатт-часов. Сейчас мы присутствовали на презентации нашему уважаемому президенту парогазовой электростанции компании «Ченгиз» мощностью 220 мегаватт в Хавасском районе Сардаринской области. Компания «Ченгиз» построила этот объект в течение двух лет. Станция ежегодно будет вырабатывать более 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволит ежегодно снабжать 700 тысяч домохозяйств дополнительной электроэнергии. На сегодняшний день на станции работают более 120 сотрудников, из которых 70 являются нашими местными специалистами. Еще одна парогазовая электрическая станция, о которой шла речь выше мощностью 520 мегаватт, будет построена в Джизакской области. Она будет оснащена самым современным оборудованием, КПД которого составит 62%. Данные технологии позволят экономить 700 миллионов кубометров природного газа. А ежегодная выработка электроэнергии здесь составит 4,1 миллиарда киловатт-часов. Электростанция мощностью 520 мегаватт, которая будет производить ежегодно более 4 миллиарда киловатт, которая покрывает всю внутреннюю потребление Джизакской области и дополнительно производить более полутора миллиарда киловатт ежегодно. Коэффициент полезного действия данной электростанции составляет более 60%. На станции планируется возведение объектов на 100 рабочих мест, из которых будут 75 локальных рабочих и 25 турецких работников. До этого наш первый и второй объект, который находится в Ташкентской области и в Свердоритской области, составляет 240 мегаватт и 220 мегаватт. Именно такого рода электростанции на данный момент в Джизакской области не существует. И это будет первой электростанцией с такой мощностью.